привет всем привет 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 много лет назад я жил в стране под названием советский союз и в этой стране к рок-музыке было отношение своеобразное пластинок было не купить и музыку было в общем-то и не послушать так вот в волю захотел что-то пошел где-то взял послушал нет некоторые вещи вообще были запрещены но это правда пришло уже во времена андропова когда составлялись какие-то списки там идиотские у меня кстати эти списки где-то есть и их зачитаю но собственно говоря в интернете их найти не проблема они все существуют там антисоветская группа judas priest и все такое антисоветская группа pink floyd и и прочее 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 чушь вот в общем не купить было пластинок и информации не было вообще никакой мы совершенно не знали ничего о западных артистах это незнание кстати перетекло и в наше время у некоторых людей хотя сейчас любая информация доступна но тем не менее легенды рождаются одна за другой даже об отечественных музыкантах я уже не говорю о западных но тем не менее все-таки что-то можно прочитать что-то узнать а в те времена я имею ввиду начала восьмидесятых вообще голяк полный был в плане информации но журнал ровесник я не беру в расчет конечно же но мы каким-то чудом все-таки узнавали эту музыку слушали ее у нас были пластинки мы ездили на черный рынок так называемый толчок у магазина юный техник на улице червоного казачества но очень много было пластинок про которые мы не знали вообще что это такое что там внутри что 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 сыграно как звучит и прочее 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 помогали взрослые спекулянты и вот однажды мы с товарищем идем на этот самый толчок на встречу нам идет взрослый спекулянт лет на 5 старше нас в джинсах левайс новых выглаженных тогда очень фарцовщики следили за внешним видом гладили джинсы в общем полный идиотизм был в ботинках с высокими каблуками в белой рубашке с аккуратно в меру длинными волосами так корректно подстриженными с усами пышными идет сумкой в сумке пачка пластинок и мы спрашиваем я где-то слышал название полис и слышал что это очень хорошая группа модная такая но мне казалось по названию что это группа какая-то совсем попсовая едва ли не диска и почему-то мне казалось там женский вокал ну так и название почему-то меня склонял в эту сторону и я возьми да и спроси у этого взрослого спекулянта своего знакомого привет андрей слушай а у тебя есть пластинки полис грида у меня была одна пластинка я даже не слушал я свою пятерку на ней заработал и все пятерку заработать это было хорошо это то есть когда покупаешь пластинку за 45 рублей продаешь за 50 через неделю пятерочку зарабатываешь иногда десяточку зарабатываешь из этого по кирпичикам складывалось состояние и количество пластинок дома медленно медленно но росло это у людей которые целенаправленно занимались барыжничеством те кто покупали пластинки для удовольствия они просто покупали за деньги пластинки зарабатывали эти деньги или институтскую стипендию тратили на все это дело но если пластинка стоит новое 50 рублей при зарплате инженера 120 вы понимаете что это такое и при стипендии 30 в хорошем варианте я не помню 30-40 что такая была стипендия в институтах ну в общем дело было накладное но вот он сказал тем не мечтал у меня был ополис я там свою пятерку заработал и все я спрашиваю что за музыка-то грида я не знаю даже какая-то попса там не знаю я я deep apple собираю и на заряд вот как бы полис вот этот ваш новая волна хрень как на г что новая волна да да волна волна и в общем я выменял на толчке вот эту пластинку полис это второй альбом regatta de blanc не знаю абсолютно что это такое что это за люди кто это что там внутри совершенно не знал пришел домой поставил на проигрыватель и понял что это да вот это да вот это круто очередное открытие вся жизнь состоит из открытий я часто очень об этом говорил и про дюран дюран я говорил что это перевернуло сознание да и много чего перевернули адам анда эндс тоже перевернуло сознание и полис тоже перевернуло сознание и не надо не надо думать что только новая волна переворачивала сознание вся наша жизнь из этого меломанская состоит потому что и джимми хендрикс у всего мира перевернул сознание в свое время и группа крим у всего мира перевернуло сознание я уже не говорю про элвиса пресли которые весь мир свел с ума просто напрочь. Ну и, конечно, The Beatles, которые просто мир пронзили насквозь, и до сих пор это зияющая дыра в мире существует, которую никто не может заполнить. Все играют, 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 так как у Beatles ни у кого не получается. Это я к тому, что вся жизнь из открытий, не считайте, что только Полис и Дюран Дюран переворачивает мозг. Но когда я стал это слушать, я понял, что так играть невозможно. А я тогда пытался уже, как вы знаете, играть на гитаре, что-то там сочинять с Витей, моим товарищем Виктором Цоем. И вокруг нас тоже люди сочиняли, играли, пели, все. Но вот так играть невозможно, потому что здесь слилось все. Здесь слился и элементы звучания так называемого панк-рока, то есть прямого рока такого, да? Прямого и понятного, доступного рока. И регги, оно же реггей, и джаз в полный рост, и авангардная совершенно игра на гитаре. Все это срослось в невероятный коктейль, в невероятный микс такой. И все так зазвучало естественно. При этом все вот эти направления, они абсолютно четко слышны. Ничего не... Никто ни за кого не прячется. В первой же песне, тут Message in a Battle, которая начинается первые секунды, уже непонятно где доля, где, кто где вступит. Первые три секунды уже вот не так... Раз, два, три, четыре... А вообще вот так вот... И не Gentle Giant при этом, а в общем понятная рок-музыка достаточно. Но так разложено по долям, каждый знает где чего вступить, но для слушателя это совершенно неожиданно. Хотя через это пораскакиваешь. Так если с кондачка, что называется, ставишь пластинку, что-то там заиграло, понятно, все. А когда начинаешь слушать, не туда. И пошла дальше вся история. Бас играет совершенно нетрадиционно, потому что бас играет все время практически соло. В рефрине выходит только на четкие доли, такие с бочкой. Потом опять уходит в свою историю совершенно, такую а-ля регги в басовом, в басовой партии. Но тоже все поперек, потому что барабаны играют другое. Вообще барабаны не играют с басом, точнее бас с барабанами. Хотя все это складывается в четкий метр, все это держится в метре. Но они играют совершенно разные вещи. Я не говорю уже о Бенди Саммерсе, гитаристе, который на фоне всего вот этого непонятной структуры играет арпеджио, такие аккорды на гитаре, а потом вдруг срывается на четкие доли регги. Потом такую вселенную свою модулирует позади вот этого всего великолепия барабанно-басового. И голос тинга и еще поперек всего этого начинает петь. Ни с басом, ни с барабанами. Я уже не говорю про гитару Уэнди Саммерса. Вообще отдельная история совершенно, идет голосовая. Но получается удивительно красивая песня в результате. Потом вдруг инструментал регатто де бланк из двух частей с криками джа-джа-джа, чтобы было понятно, что все-таки они к регги имеют отношение какое-то. Очень даже интересно. Передышка небольшая на It's All Right For You, которая похожа уже на традиционный английский рок. It's All Right For You. Ну, вроде как да, вроде как началось. Зато Blink on the Night тоже, тоже себе такая версия. Вроде регги, а вроде и не регги. Что это такое? Не пойми что. Ну, переходим на вторую сторону, перескочив через финальную песню. Walking on the Moon. Одна игра на хэте, только Стюара Копланда стоит здесь всего альбома. То есть, что он там на хэте играет, какие доли он высчитывает на хэте, пойди пойми, пойди разберись. И это не с кондачка, не просто так, он что захотел, то и сыграл, а все. Здесь все вычислено, все четко расписано, потому что иначе была бы полная каша. Кто-то один не ту долю взял, и все развалится сразу. То есть, настолько структурированная музыка. Стюарт Копланда, кстати, организатор, собственно, отец-основатель этой группы, он и нашел господина Саммерса, он же Sting, стал с ним вместе работать. Потом появился гитарист у них, потом этот гитарист отвалился, а точнее, Энди Саммерс его убрал. А Энди Саммерс, от него удивительно слышать здесь вот эту точную игру, точную, много-много этой точности, очень много. Настолько просто филигранно, настолько метрономно, настолько быстро все это делается, что с трудом поверишь в то, что этот самый Энди Саммерс играл некогда с Эриком Бёрденом в группе New Animals. Играл такой болотный, психоделический, гитарный, пространственный, пространный, такой наркотический музон. По-другому не скажешь, хотя я люблю Эрика Бёрдена и New Animals, но это именно такой музон. И Бёрден поет свою историю. Отдельно потом я про это поговорю. В общем, здесь чудо на чуде и чудом погоняет. И все музыканты технически стоят один другого. «Контакт» – удивительное произведение, которое написал Стюарт Копланд с безладовым басом, ревущим, обработанным, Стинга, который играет свою отдельную историю. Кстати, вот «Walking on the Moon», как играет бас, я сказал, что он вообще всегда играет соло. Иногда в рефре не уходит на доли, но играет соло. И «Walking on the Moon» он играет мелодическую фразу. И вот эта фраза, она как, собственно, главная мелодическая история всей песни. Если не говорить о мелодии, которую поет сам певец, Стинг, но по структуре, по музыке это главная мелодическая история. То есть бас играет главную мелодическую здесь штуку, скажем так. Редко такое встретишь. Ну и дальше тоже творчество Копланда, совершенно безумное, совершенно авангардное. То есть вещи не на продажу, очевидно, несмотря на то, что продавались пластинки с дикой силой на Западе. И «Полис» была одной из самых высокооплачиваемых, много зарабатывающих групп. Если говорить о первом альбоме, который появился у нас после второго, мы, послушав второй альбом, побежали искать дальше «Полис». Нашли вот этот самый первый, «Atlantes de Amour». Но здесь вообще полный кайф. Здесь нет таких чудес ритмических, как на втором альбоме. Здесь все, хотел сказать, попроще, но до простоты здесь, как до луны. Здесь все очень сложно, но куда как более понятно. То есть песни очень всем до боли знакомы. «I'm next to you». Рокешник, с которого начинается пластинка «So Lonely». Белая регги душераздирающая, которая просто... Никто повторить этого не может. По лирике, по слезоточивости стинговской. Кстати, сольные работы стинга я не могу слушать вообще, в силу их уже такой слезоточивости, что у меня нет в моем организме столько жидкости, чтобы все это передать. «Roxon» — изумительная. «Hall in my life» — регги пошел. «Pianuts» — «Can't stand the losing you» на второй стороне. Тоже известный рокешник. «Truth his everybody» — «Born in the fifties» — с ревущим стингом. Он начал там реветь уже связками. Такое ощущение, что у него кровь сочится по лицу, когда он поет здесь вот этот «Born in the fifties». Изломанная песня со стоп-таймами, с остановками, со сменой ритма. То есть это не для радио совсем произведение. «Be my girl's Sally» — единственная песня, которая здесь мне не нравится. Но «Носока танго» — понятно, что это в чистом виде Африка. В общем, музыка изумительная. Музыка такая, что она свела с ума большинство молодых барабанщиков нашей страны, которые все стали пытаться играть, как Стюарт Коплэнд. Мало у кого это получалось, но некоторые достигли. А Женя Федоров из группы «Tekilo Jazz» торчит до сих пор на группе «Police». И благодаря этой группе стал изумительным бас-гитаристом и прекрасным музыкантом. За группу «Police» и за Женьку пойду и выпью сейчас. До новых встреч, пока. Да, у «Police», кстати, еще три альбома замечательных. Вот эти, про них я не рассказал, но как-нибудь в другой раз. Бай-бай.